На реках края начали взрывать лёд. Спасатели готовятся к весеннему половодью. Жительница Барнаула украла собственного ребёнка из детского дома. Что стало причиной и почему девочка вновь в приюте? Как барнаульские дороги пережили зиму, специальная комиссия оценивает качество асфальта. Это программа «Наши новости» в студии. Татьяна Голубева, здравствуйте. Как асфальт пережил зиму, сегодня в Барнауле специальная комиссия проверит состояние покрытия отремонтированных в прошлом сезоне дорог. Особое внимание улицам, которые тогда попали в список федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Ответственность за состояние этих объектов несёт подрядчик. Он обязан устранить появившиеся за зиму с приходом весны ямы. Сегодня вместе с комиссией в рейде участвуют наши корреспонденты. Итоги объезда в вечернем эфире. А между тем в крае активно готовятся к весеннему паводку. Например, в Бийском районе на реке Бия уже второй день гремят взрывы. Сколько потребовалось тротила, чтобы взломать лёд, расскажут наши корреспонденты. Ключевской перекат. Именно здесь, на реке Бия, за посёлком Мальцево-Курья, ежегодно проводятся подрывные работы. Это делается для того, чтобы предотвратить затор льда в весенний паводок. Чтобы избежать затопления десяти населённых пунктов, в которых проживает около трёх тысяч человек, мы проводим эти мероприятия. Итак, у меня в руках находится заряд. И весит он практически три килограмма. А именно два килограмма шестьсот грамм. Мы произвели разведку. Мы определили толщину льда, глубина реки. Толщина льда составляет 80-90 сантиметров. Глубина реки – метр полтора. Далее из этого мы рассчитали необходимое нам количество взрывчатого вещества и средств взрывания. После чего мы приступили к выполнению задачи. Огонь! А сейчас история, которую уже несколько дней обсуждают пользователи социальных сетей. Этой темой заинтересовались и федеральные СМИ. В Барнаульском детском доме обвиняют молодую мать в том, что она выкрала свою дочь из стен учреждения. Женщина же упрекает органы опеки в насильственном изъятии ребёнка из родного дома. С мамой девочки встретились наши корреспонденты. 24-летняя Марина приходит в детский дом часто, но говорит, что видеться с дочкой ей запретили. Это при том, что есть официальные дни приёма дважды в неделю. По словам матери, ей даже не сообщают о состоянии трёхлетней дочери. Именно поэтому мать решила украсть ребёнка из детского дома. Мера крайняя, но, по словам Марины, другого выхода у неё не было. В итоге я увидела, что у меня ребёнок вся малиновая, у неё страшная температура. Это было всё, последние капли, я уже просто не выдержала. Я взяла ребёнка и повезла её домой. Ну, извините, ребёнок болеет сколько времени, я почему должна... Извините, я просто не смогла больше терпеть. Девочка пробыла у мамы всего несколько часов. После за ней приехали сотрудники полиции и органы опеки. Самоизъятие. Семья Марина успела заснять на мобильный телефон. За кадром слышны испуганные крики женщин и плач детей. Почему девочке пришлось пережить такой стресс и как она попала в детский дом в ситуации, пытались разобраться наши корреспонденты. Подробности в вечернем эфире. Но сегодня мусульмане всего мира отмечают Новый день. Именно так переводится название одного из главных восточных праздников – Навруз. Торжества продолжаются несколько дней. В это время принято готовить многочисленные ядства. В том числе традиционный клоуф, принимать гостей и угощать всех желающих. В Барнауле торжества и праздничные обеды пройдут сегодня во многих национальных сообществах, а также в вузах, где учатся студенты из мусульманских стран. Подробнее о том, как отмечали праздник в Краевой столице, смотрите в одном из наших ближайших выпусков. Также Навруз – это праздник весны и пробуждения природы. О погоде в регионе через несколько секунд спонсор прогноза компании «Эвалар». Замените свой обычный чай на чай «Эвалар Био» из целебных трав Алтая. В чаях «Эвалар Био» – вся природная сила Алтая для вашего здоровья. Спрашивайте в аптеках. Весна все активнее, вступают в свои права почти на всей территории края. Плюсовые температуры в Бийске, Заринске и Славгороде – плюс два. На градусе Плеев, Белокурихе, Барнауле днем – плюс один. Телефон редакции в Барнауле – 722-440. У меня на данный момент все новости. Очередной выпуск нашей программы вечером. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok